Ценный подарок. 50 лет назад секретный беспилотник США прилетел в СССР цитировать в комментарии сообщить об опечатке 9 ноября 1969 года с американской военно-воздушной базы Андерси на острове Гоам в полет отправился стратегический бомбардировщик Б-52Х. На его борту находился миниатюрный беспилотный самолет-разведчик Д-21Б. Это был его первый боевой вылет. Целью летательного аппарата под номером 517 был ядерный полигон около озера Лоп-Нор в Маньчжурии. Подлетев к границам Китая бомбардировщик запустил беспилотный разведчик и отправился в обратный путь, а дрон полетел выполнять задание. Китайская система ПВО не заметила нарушения своих границ. И это неудивительно, ведь Д-21 летел со скоростью 3,3 маха на высоте 27 километров. Первоначальный полет проходил по плану. Сфотографировав объекты над полигоном, беспилотник должен был развернуться и двинуться в сторону Тихого океана, чтобы в точке рандеву сбросить кассету со шпионскими материалами. Увы, в навигационной системе робота произошел сбой и Д-21 продолжил свое путешествие. Как пишет в книге «Черная птица» Кларенса Джонса Михаил Никольский, вскоре беспилотник оказался в воздушном пространстве СССР. Выработав горючее трехтонный аппарат спланировал и без существенных повреждений приземлился в дикой казахской степи, на территории ракетного полигона Тюратан, более известного как космодром Байконур. Бунт на сторожевом, как офицер пытался устроить четвертую революцию в отличие от китайских военных, советские контрразведчики оказались более профессиональными. Беспилотник был найден и доставлен сначала на космодром, а затем в Окптуполево, где он получил название «Объект-Р». Выяснилось, что Д-21 изготовлен из титана, а сверху покрыт специальной черной эластичной пленкой. В шпионском отсеке, который, кстати, самоуничтожился спецзарядом, находился фотоаппарат с большим фокусным расстоянием – 400-600 мм. Американский беспилотный высотный самолет-разведчик послужил основой для проекта советского беспилотника «Ворон». Уже после распада Советского Союза бывшему руководителю программы по созданию дрона Бену Ричу, посетившему Москву, были вручены несколько деталей пропавшего разведчика. После конфуза Д-21Б совершили еще три разведывательных полета, из которых только один оказался результативным. Окончательно программу прикрыли 23 июля 1971 года, а через два года беспилотник был снят с вооружения. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Продолжение следует...